доброе утро хорошие люди здравствуйте мои подписчики здравствуйте гости моего канала спасибо за то что вы смотрите мои ролики сегодня я решила вам показать рецепт как я готовлю хреновину в мою хреновину входят три ингредиента это помидоры яблоки и хрен но прежде чем я начну говорить о хреновине и рассказывать какие делаю я хочу обратиться к своим зрителям наши яблоки в этом году начали портиться они не гниют но они на них появляются такие пятна видите вот что это за пятна я понятия не имею потому что у меня никогда не было своих плодовых деревьях если я разрежу вот это яблоко то я пятна есть и внутри не глубоко видите здесь уже почти конец но под кожей эти пятна есть они на вид сухие абсолютно сухие запах апрелого у них нет ну вот не хочется узнать что это за заболевание потому что когда мы яблоки собирали этого не было тут еще какой-то пятнышко то же самое вот этого на них не было а вот полежали они у нас но собирали мы сразу после конец сентября конец сентября начало октября до начала октября вот они полежали месяц и появились вот эти пятна но сейчас я буду использовать френовину жду наших комментариях на эту тему вот хрень я почистила и взвесила получилось 100 грамм как я его готовлю я его режу как можно тоньше на пятачки нарезаем как можно тоньше нарежу я его без вас я сейчас отвешу 200 грамм помидора томатиков ну вот вот это 200 грамм томатов 100 грамм хрена 200 грамм томатов и возьму еще 200 грамм яблока потом я попробую и скажу вам устраивает меня или ты это или нет и будем добавлять постепенно ну вот мои дорогие друзья я изрезала все мои корешки хрена такой у меня сегодня накопался молоденький совсем и тоненький чем мельче вы нарежете или тоньше вы нарежете колечки из хрена тем нежнее будет ваша хреновина и вот что у меня получилось складываем все сюда пюлировать буду блендером здесь у меня 200 грамм яблок 200 грамм помидор и 100 грамм хрена вот так сейчас покажу что получится ну вот что у меня получилось из этих 200 грамм яблок 100 грамм хрена и 200 грамм помидор добавила еще чайную ложку соли и сразу визуально скажу мне не хватает помидор даже я не пробовала я уже знаю здесь не хватает помидор и вот эти 300 грамм которые у меня остались сейчас взвешиваем ну да почти эти 300 грамм отправляются тоже туда в нашу хреновину ну что мои дорогие друзья я это все распирировала блендером попробовала на вкус и добавила еще одну чайную ложку соли мне не хватило соли и не хватает сладости поэтому я добавляю яблоко еще 200 грамм сейчас распюрирую это еще раз одну половину моего пюре я уже отлила чтобы у меня вошло еще 200 грамм яблока поэтому у меня получается 500 грамм 500 грамм 400 грамм яблока и 100 грамм хрена 2 чайные ложки соли сейчас буду пробовать дальше эксперимент продолжается ну что дорогие мои друзья моя хреновина готова что у меня ушло 100 грамм хрена больше у меня не было с помидорами и яблоком я экспериментировала потому что когда я взяла первую половину для меня хреновина была слишком острая слишком жгучая мне хочется чтобы она была приятная так пробуем приятную хреновину в меру жгучая она еще настоится очень нежная вот что я брала для своей хреновины я брала 700 грамм яблок 1 килограмм помидор 100 грамм хрена молодого и 50 грамм соли вот такой рецепт у нас с вами снова получился путем проб и ошибок ну вот как то так ну что мои хорошие у нас с вами родился новый рецепт хотя я всегда его делала но делала снова на глаз путем проб а сегодня я могу вам точно сказать сколько и чего пошло у меня в мою хреновину рецепт я выставлю под роликом в описании можно всегда посмотреть хрен в зимнее время необходим он согревает он бактерицидный он убивает вирусы ну и в нем очень много витаминов не только в хрени в яблоках в помидорах очень много витаминов а кроме этого это еще и вкусно хоть к рыбе хоть к мясу хоть просто так на хлеб с борщом похлебать ну вот как то так всем всего хорошего и до новых волнующих встреч всем пока 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 не забывай не забывай не забывай не забывай